Привет друзья, с вами Сантей, продолжаем мы рубиться в Атом РПГ, я покажу вам все секретные места, расскажу как лучше выполнить квесты и дам советы. В этом видосе я расскажу вам что есть интересного в бункере 317, покажу вам как открыть там все запертые двери и где взять от них пароли, расскажу как запустить боевого робота и что делать с троицей мародеров. В общем покажу вам все домашние секреты и дам советы. Друзья, огромное спасибо тем кто поддерживает канал Финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. По словам охранника Яна из Отрадного, экспедиция генерала Морозова отправилась в бункер 317. Прежде чем туда идти, я бы посоветовал купить у механика Стеблева из Отрадного ремонтный набор за 1000 рублей. Тем более, если вы играете с навыком Технофоб. При использовании набора в активном слоте он дает плюс 20 к технологиям. Также желательно иметь при себе отмычки, дающие плюс 20 к взлому, ну или хотя бы монтировку, дающую плюс 10 к взлому. Если у вас есть возможность, я бы также посоветовал прихватить с собой взрывчатку с таймера. Зачем она нужна я расскажу позже. Перед входом вагонетка, ее пока месть не трогайте. Попав на локацию, сразу упираясь в запертую дверь бункера. Чтобы ее открыть, нужно пошарить по округе. С левой стороны от входа в бункер скелет рыбака. В инвентаре у него старый сапог, 15 рублей и нож. Всю локацию вокруг бункера населяют куцые волки и гигантские муравьи. На северо-западе от бункера разбитый зил с токсинами. Ящики в нем пустые, нет смысла их проверять. Только что разве получите отравление? Хотя разработчики что-то постоянно меняют, так что проверьте. На северо-востоке разбили свой лагерь три мародера. Аватарки мародеров разработчики взяли с легендарной троицы. Трус, балбесы, бывалый. Старший, бывалый, предлагает мне дельце. Он откроет замок в двери в бункере. Я же взамен все там разведаю и заберу с собой все, что смогу унести. А им останется все остальное. Дельце, конечно, попахивает подвохом, но выхода нет, соглашаюсь. Троица идет открывать дверь в бункер. В лагере мародеров стоит ящик, о котором я расскажу позже. Также здесь костер, так что можно перекусить. Значит, смотрите, перед входом в бункер стоит вагонетка. Важно, если у вас с собой есть взрывчатка с таймером, вагонетку можно начинить взрывчаткой и запустить в дверь. При взрыве она взорвет трех мародеров. Очень важно, делать это нужно именно сейчас. Другого шанса не будет. Подробнее об этом я расскажу на выходе из бункера. Справа от входа в бункер вертолетная площадка. В инвентаре ближайшего скелета дневник Ивана Ленина. В инвентаре самого дальнего скелета нож и 24 патрона. Больше, кроме радиации, здесь ничего интересного нет. Хотя обычно разработчики в будущем могут что-то добавить. Читаю дневник. В дневнике записан код от двери. 43-16. Из дневника выясняю, что все покинувшие бункер умерли от лучевой болезни. Дальше иду вовнутрь. В шкафчиках и на полках по всему бункеру всякий ценный лут. Так что проверяйте все, не пропускайте ничего. Для беспроблемного взлома всего-всего, навык взлома должен составлять 40. У меня сейчас 48. 28 базовые и 20 отмычки. Можно, конечно, поставить во второй слот еще и монтировку. Получится вообще 58. В третьем шкафчике лежит Торен. Препарат снижает уровень радиации в организме на 750. Так как я хапанул лошадиную долю радиации из вертолета, наваливаю Торена. Значит, смотрите. При перегрузе я бы крайне рекомендовал сносить весь лут из бункера и складывать вот в этот крайний ящик. Отсюда будет проще его потом забрать и перенести. Я не буду вам показывать, что лежит на полках и в шкафчиках по всему бункеру, потому что это займет кучу времени. Покажу только важные моменты. Перед лифтом справа запертая кодовая дверь. Необходимый код к двери написан в дневнике Ивана Ленина. Я нашел его в труппе на вертолетной площадке. Код 4316. За дверью скелет. В инвентаре у скелета очень ценный журнал. Юношество и техника первый номер. Значит, смотрите. Так как я получил новый уровень, у меня есть возможность прокачать в дереве развития навык «Любовь к чтению». При базовой возможности я получил бы при прочтении журнала 10 очков к технологиям. Так как я прокачал любовь к чтению, базовая возможность увеличивается вдвое. Теперь при прочтении спецжурналов я получаю не 10, а 20 очков соответствующего навыка. Получаю плюс 20 к технологиям. Хотя в прошлых версиях игры давали от 3 до 6. Короче, вообще чихню. Внизу, напротив входа в бункер, стоит боевой робот. При соответствующих навыках его можно попробовать отремонтировать. Чтобы запустить робота, нужен навык технологии 100 и выше. Ставлю в активный слот инструменты механика Стеблева. После прочтения журнала мой навык технологии стал 57. Плюс ящик с инструментами 20, получается 77. Значит, у меня есть 49 свободных очков навыков. Вкидываю 23 в технологии, до сотки. Дальше взаимодействую с роботом. Осматриваю корпус. Взламываю пластину. Использую технологии, пробую чинить. Успех! Вы задумчиво осматриваете содержимое машины. Потираете лоб и тут вас озаряет. Вы понимаете, как ее подчинить. Закатав рукава, вы с энтузиазмом беретесь за дело. По прошествии определенного времени, вы удовлетворенный с собой, медленно отходите назад. Глаза лампочки на импровизированной голове из тукана загораются. Вы слышите скрип сервомоторов в голове этого современного монстра Франкенштейна. А также сухой треск электрозарядов, которые пронизывают все его тело. Наконец, квадратная голова медленно поворачивается к вам, и вы слышите исходящий из нее ржавый голос. Все системы включены, готов к труду и обороне. Буква Е начинает тянуться одновременно, понижаясь в тональности. Внезапно с громким хлопком тухнут глаза лампочки. И металлический здоровяк снова застывает. Видимо, несмотря на весь ваш ремонт, что-то внутри него окончательно перегорело, и восстановлению не подлежит. А жаль. Вырываю провода. За попытку реанимировать робота, я получил чуть больше 500 очков опыта. Так, дальше. Слева от лифта комната управления с компьютером на столе. Подхожу к компьютеру. Чтобы его включить, нужны технологии 40 и выше. Ввожу. Открыть сообщение. Отправить команду. В первом сообщении написан пароль от комнаты рядом. 2104. В комнате немного патронов и всякий лут. Хотя раньше, в прошлых версиях игры, помню, под телеком здесь лежал хороший ТТшник. У стены автомат с газировкой. При повышенных технологиях автоматы с газировкой можно взламывать. Вырывать из них провода, получая при этом порядочно опыта. Дальше снова иду к компьютеру. Ввожу команду. Если лифт закрыт, тогда открыть. Открываю лифт на нижний этаж. На нижнем этаже три коридора. Правый ведет в блоки научного персонала. В правой ближней комнате полка с книгами. В книгах листок с паролями от всех дверей в блоки научного персонала. Пароли на дверях можно уводить вручную, но проще всего их взламывать. По левой стороне комната с компьютером и сломанной дверью. Чтобы взломать эту дверь, нужна повышенная сила или монтировка в руках. Чтобы поднять силу, можно выпить пару бутылок водки. Использую технологии, взламываю компьютер. В первом сообщении указан год. 1937. И код от двери 4334. Запомните эти цифры. Код от второй двери не нужен. Дальше иду в левое крыло нижнего этажа бункера. Под названием блок обслуживающего персонала. С левой стороны казармы с множеством шкафчиков. Во многих из этих шкафчиков лежат классные вещи. В одном из шкафчиков у правой стены взрывчатка с таймером. Дальше, по коридору справа, комната коменданта. В столе лежит таинственная книга. Что с ней делать, я расскажу позже. В комнате сейф. Если вы не можете его взломать, то пароль от сейфа 9731. Это год, который был указан в компьютере. В сообщении. Только цифры переставлены по убыванию. В сейфе ржавый ТТшник. Журнал с кодом от двери. Я уже его знаю из компьютера. Дальше, по коридору пищеблок. За раздаточной стоит мужик в костюме муравья. Из разговора с ним выясняю, что его зовут Муравей Гаврилов. Также выясняю, что он живет здесь в полном одиночестве с гигантскими муравьями уже порядка 30 лет. От одиночества у муравья Гаврилова начала потихоньку ехать крыша. И он считает себя муравьем. Также он называет мне тот самый пароль от двери. 4334. Но я его уже знаю. Дальше, использую общение. Нужно 40. И убеждаю Гаврилова, что он человек, а не муравей. И что такие выживальщики и мастера как он очень нужны на поверхности. Гаврилов верит моим словам и покидает бункер. Важно! Нужно обязательно сделать именно так. Тогда в дальнейшем Гаврилов поселится на моей будущей базе в Красном Бойце и будет делать и чинить для меня броню. Дальше иду через центральный коридор к запертой двери в лабораторный блок. Ввожу пароль 4334. Открываю дверь. В комнате слева на столе лежит важная вещь нелинейный сканер. При использовании его в активном слоте сканер показывает зеленым какие предметы и объекты являются активными. И вы забыли их обшарить или забрать. Я бы посоветовал заново пробежаться по всему бункеру с этим сканером и просмотреть, где вы и что провтыкали. Дальше иду в большой зал. Пол в главном зале залит кровью. И повсюду валяются трупы экспедиторов атома. У ближайшего из трупов карта пустошей и таинственный талисман. На карте маршрут из отрадного в бункер 317 и дальше в краснознаменной. Показываю Феде найденный талисман. На что Федя говорит, что такие талисманы носят участники грибного культа. Федя предлагает два варианта. Первый – продолжать внедряться в грибной культ и выполнять ихние задания. Второй вариант – обратиться к Фединому информатору. Обычно он тусит в краснознаменном в казино на корабле. Но за информацию берет он недешево. Чуть дальше в комнате совещаний два шкафа. При повышенном внимании 7 и выше можно заметить, что на полу странные царапины, как будто шкаф кто-то отодвигал. Взаимодействую со шкафом и ложу туда таинственную книгу, найденную в комнате коменданта. Шкаф отодвигается в сторону, открывая секретный проход. В конце секретного прохода лежит мертвая женщина. Рядом странная разбитая гигантская колба, в которой что-то выращивали. Судя по уликам, кто-то здесь недавно был. Но в принципе больше делать здесь нечего. Покидаю бункер. На выходе меня уже поджидают три мародера. Главный, бывалый, предлагает поделиться мне найденными вещами. Есть четыре варианта и пятый секретный, как поступить в этой ситуации. Начнем с четвертого. Если сказать, держи карман шире, то начнется махач, и вы наверняка потерпите поражение, потому что у противников неплохое оружие и выгодное положение. Если выбрать третий вариант и предложить поделиться, то у вас заберут все, что есть. Хотя раньше, в прошлых версиях игры, забирали половину. После чего, все трое забегут в бункер и будут там сидеть. Они займут там выгодные позиции и выбить их оттуда будет очень трудно. Если выбрать второй вариант и использовать силу, то можно договориться. Если вы имеете навык блатной жаргон, то для успешного диалога достаточно 7 единиц силы. Если блатным жаргоном не обладаете, то сила должна быть 8. Силу можно поднять, выпив пару бутылок водярки и какого-нибудь другого спиртного. Первый вариант ответа мародерам, который выбрал я, заставляет иметь порядочно прокачанный навык общения. У меня сейчас общение 97. Договариваю с троицей о мирном разрешении конфликта. После чего, все трое подрывают булки и текают в свой лагерь. Хотя раньше, в прошлых версиях игры, мародеры оставались стоять здесь, возле бункера. Ну и наконец пятый. Секретный вариант, как поступить. Перед входом в бункер стоит вагонетка. Если вы пришли сюда со взрывчаткой с таймером, то вагонетку можно починить, зарядить взрывчаткой и отправить на мародеров. Очень важно. Делать это нужно только до входа в бункер. В тот момент, когда бывалый откроет дверь в бункер. Раньше, в прошлых версиях игры, при выходе, после любого диалога, мародеры оставались стоять на месте, возле входа в бункер. Сейчас же, такие гуси не взлетают. Разработчики убрали возможность, использовать взрывчатку, найденную в бункере. Ну а после, тратить ее в пустую, смысла уже нет. Ну и так как я пришел сюда, без взрывчатки, меня задавила жаба, на данном этапе игры, покупать ее за полторы штуки. И не мочканул, изначально мародеров, иду в лагерь, гасить их вручную. Оставлять их, крайне не рекомендую. У них при себе классные вещи. Дело к холоду идет, на фонтанке скоро лед, в закуточек, под мосточек, утку селезень зовет. В закуточек, под мосточек, утку селезень зовет. Ах ты, уточка моя, да ты послушай-ка меня. Не пора ли собираться нам в заморские края? Не пора ли собираться нам в далекие края? Да, хорошо нам было тут, да скоро в юге заметут. А зимой нас переловят, и как миленьких сожрут. А зимой нас переловят, и как миленьких сожрут. Таи, голодные бомжи, уж точат острые ножи. Но покуда я с тобою, не пугайся, не дрожи. Но покуда я с тобою, не пугайся, не дрожи. Мы, конечно, в той стране Затаскуем по Неве. Но уж лучше на чужбине, чем на медленном огне. Но уж лучше на чужбине, чем на медленном огне. Как же нам с тобою быть? Утка тоже хочет жить, ведь летать мы не умеем, а по морю не доплыть. Ведь летать мы не умеем, а по морю не доплыть. А, да, кстати, видите этот металлический ящик в лагере мародеров? У бывалого в инвентаре ключ от этого ящика. Это своего рода схрон. Если какие-то вещи убитых вы не можете унести, не вздумайте оставлять их в трупах. Трупы исчезнут, и вместе с ними вещи. Так что сложите все в этот ящик. Ну, хотя я вам скажу, что я смог забрать все, кроме микросхем, которые весят тонну. Эти микросхемы, которые я нашел в бункере, в принципе ни для чего не нужны, кроме как их продать. Я читал на форуме, что это такой прикол разработчиков. Советские микросхемы это самые большие микросхемы в мире. Каждая весит по 2,29 килограммов. При том, что встречаются они как минимум в комплекте по 10-15 штук. Но зато их можно выгодно загнать торговцам. Если пуп, конечно, не развяжется, нести такую тяжесть к ним. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании находится ссылка на плейлист. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.